МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в нашей программе будет очень много информации о финалах студенческих спортивных лигах, но перед этим дадим слово нашему обозревателю Амиру Сабирову, который нам расскажет подробно о финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и Магнитогорским Металлургом, а также он нам поведает о домашнем матче Рубина против Тульского Арсенала в рамках Российской Премьер Лиги. Смотрим. Привет, Амир Сабиров с вами, а значит, начнем обзор главных спортивных матчей. Начнем с Российской Премьер Лиги, где в 26-м туре Казанский Рубин на своем поле принимал Тульский Арсенал. Это по праву можно назвать битвой за 6 очков. Команды борются за выживание, гости находятся на последнем месте в таблице, а дружина Леонида Слуцкого в одной позиции от зоны стыковых матчей. Поэтому казанцы не имели права проигрывать в таком важном матче при своих болельщиках. В первом тайме Рубин меньше владел мячом, но имел больше голевых моментов, один из которых хозяева реализовали на 22-й минуте. Александр Ломовицкий оказался первым на добивании у ворот Арсенала и забил. Стоит отметить, что это первый гол нападающего после перехода в Рубин из московского Спартака. Второй тайм по контролю игры был за казанцами. Они больше владели мячом и больше создавали моментов. Гости из Тула всеми силами пытались сравнять, но безуспешно. 1-0. Очень важные очки набирает команда Леонида Слуцкого и поднимается на одну позицию в таблице, обогнав Нижний Новгород. Нельзя не сказать о хоккее, ведь в финале континентальной хоккейной лиги вовсю бьются Магнитогорский Металлург и Московский ЦСКА. Первый матч в Магнитке остался за гостями. Во втором периоде армейцы сделали свое преимущество. Отличились Никита Нестеров, Сергей Андронов и Сергей Плотников. Магнитогорск ответил шайбой Максима Карпова. 3-1 в первом матче за Москвой. Пока самым результативным в финальной серии является второй матч. Команды назабивали целых 10 шайб на двоих. Началось все с гола Филиппа Майли на седьмой минуте. Во втором отрезке ЦСКА сравнял, но выйти вперед магнитогорцы не давали. Линус Хульстрим, Архип Николенко, Денис Зернов и Брэндон Лайпсик авторы голов у хозяев. У гостей Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев. 5-3 после второго периода. Еще по одному баллу на табло записали хоккеисты в последнем отрезке. Николай Голдобин и Константин Акулов. Герои эпизодов. Как итог 6-4 за магниткой и 1-1 в серии. Серия переехала в Москву. Третий матч неожиданно закончился уверенной победой в одну калитку. Металлург не оставил никаких шансов хозяевам. 4-0. Дубль Лейпсика, одна шайба Линуса Виделя и Егора Яковлева. Четвертый матч должен был стать определяющим. Либо ЦСКА сравнивает счет в серии, или же армейцы поедут на пятый матч в Магнитогорск при счете 3-1, где отыграться будет уже почти нереально. По традиции в этом финале решающим стал второй период. Благодаря шайбе Антона Земченко, Металлург вышел вперед. 1-0. Гости ушли в глубокую оборону, не давали армейцам создать ничего в атаке. Да еще и Василий Кошечкин поймал кураж и отбивал все, что летит в сторону ворот. Игра так и закончилась. 1-0. Магнитка в шаге от своего третьего кубка Гагарина. Ну что же, будем смотреть финал дальше. Кто же станет чемпионом, узнаем совсем скоро. С вами был Амир Сабиров. Увидимся. Теперь переходим к студенческим лигам и начнем с баскетбола. На прошедшей неделе сборным Казанского федерального университета мужской и женской предстояло встретиться в студенческой баскетбольной лиге в матче за третье место против Казанского авиационного института. Первыми на неделе сыграли девушки. Практически весь матч команды шли вровень, максимум отрываясь на 5-6 очков. Явного фаворита на площадке не было, как итог, основное время матча закончилось в ничью 56-56. Судьба бронзовых наград решалась в овертайме, где сильнее оказались баскетболистки КФУ 67-63. В мужской встрече старт игры оказался за баскетболистами КАИ, однако благодаря точным трехочковым попаданиям от Михайлова, Ковалева и Мельчихина во второй четверти на большой перерыв сборная КФУ ушла с преимуществом в 10 очков 42-32. Вторая половина игры шла полностью по диктовку Федерального университета и, как итог, уверенная победа в 80-57. Первый финал на этой неделе у Казанского Федерального университета. В рамках студенческой волейбольной лиги девушки из Казанского федерального провели матч за золотые награды против Университета спорта. Первая партия в матче осталась за Университетом спорта. Они смогли создать преимущество над КФУ в 17 очков. Во второй партии у Федерального университета был реальный шанс перевести игру на себя. Однако ошибки на приеме в конце второго игрового отрезка оказались фатальными для КФУ. Третья партия практически повторила сценарий второй, но и в ней волейболистки Университета спорта не оставили шансов хозяекам площадки. 3-0 итоговый счет. КФУ заканчивает выступление в студенческой волейбольной лиги на втором месте золото у Университета спорта. Далее у нас на очереди очередной финал между КФУ и Университетом спорта, но на этот раз в рамках студенческой хоккейной лиги. 24 апреля в Ледовом дворце Баска состоялось повторение финала 2012 года в этом чемпионате, где, собственно, КФУ и стал первым чемпионом. Команды смогли распечатать ворота уже в первом периоде. Открыли счет игроки Университета спорта. С передачи Козырева забросил Попов на третьей минуте. Далее на девятой и десятой минутах федералы сначала отыгрались, а потом уже вышли вперед. Дубль на счету Руслана Телевгулова. 2-1. Также с разницей в минуту Университет спорта забил свои два гола на 14-й и 15-й минутах соответственно. Отличились Козырев и Булат не за ними. 2-3 после первого периода. Казалось бы, команды и дальше будут радовать зрителей заброшенными шайбами, но за оставшиеся два отрезка забита была лишь одна. На 30-й минуте игры Телевгулов сделал счет 3-3, тем самым оформив хет-трик. Для определения чемпиона студенческой хоккейной лиги 22-го года потребовались булиты, и в них сильнее оказались хоккеисты Казанского федерального университета. Победный бросок на счету Роберта Генатулина. 4-3 общий счет Казанский федеральный университет двукратный победитель студенческой хоккейной лиги Республики Казахстан. Продолжаем подводить итоги студенческой хоккейной лиги, и сейчас у меня в студии, по сути, главный триумфатор успеха Казанского федерального университета, главный тренер хоккейной сборной Казанского федерального университета, Алексей Николаевич Ливанов. Алексей Николаевич, давно у нас не были в гостях, рады видеть. Взаимно, спасибо за приглашение. Что ж, предлагаю сегодня разбить наш диалог на хоккей и на все остальные мероприятия, которые у нас будут в дальнейшем, но сначала по самому главному. Спустя 10 лет чемпионство вновь уходит Казанскому федеральному университету. Эмоции, ощущения? Ну, эмоции положительнее. Здесь немножко, наверное, поправлю. Не 10 лет, а полных 9 лет. В ноябре будет 10. А, ну, вот. Ну, уточню, в 2012 году первый раз взяли. Да, ноябрь 2012 года в финал за первое место встречается команда Академии спорта и Казанский федеральный федеральный университет. Также матч был очень тяжелый. Также команда наша проигрывала, но смогла перетянуть на себя свою игру, навязать. И так же, как и в этом году, соответственно, состоялись послематчевые буллеты. Насколько долго готовились к этой игре? Ну, в этом году у нас очень интересный, плодотворный сезон, так как мы в настоящее время выступаем в трех лигах сразу. Это Единая хоккейная лига, Павловская любительская хоккейная лига и Студенческая хоккейная лига. Да, в этом году, наверное, правильно мы сделали то, что они стали отбираться на первенство России по студенческой хоккейной лиге. А сконцентрировались именно на республиканской. Все-таки для нашего университета это более значимое, так как она идет за счет спартакиады. Наверное, мы правильно сделали свой выбор. Команда в этом году строилась заново, так как пришли новые игроки, очень хорошие игроки. Они влились в нашу команду. Сформировался костяк. И с этим костяком, в принципе, на следующий год можно дебютировать дальше в более высоких соревнованиях. Вот говоря о составе команды, постоянно в четверку лучших попадали, но всегда чего-то нам не хватало где-то в обороне, где-то в нападении. Вот сейчас вот каких игроков получилось найти, кто вот нашу команду пополнил, что вот дошли до первого места, до чемпионства наконец-таки? Ну, на данный момент можно сказать, что у нас в этом году сформировалась новая пятерка, новое звено, среди которых у нас из пяти человек три первокурсника. Это два воспитанника альмитиского хоккея и один представитель Челябинской школы хоккея. Вот. Ребята чувствуются, как будто вместе все время играли, друг друга понимают. Ну и среди них, соответственно, у нас есть два студента, которые учатся на втором курсе. То есть, ну, по сути, звено это молодое, но если смотреть статистику и студенческой лиги, и по Волжской любительской хоккейной лиге, из этой пятерки у нас три человека в лиге находятся в десятке лучших по показателям. Если рассматривать именно финал протокола, то три шайбы, которые были забиты у нас в финальном матче, все три шайбы на счету именно первой пятерки. К сожалению, может быть, и к счастью, их забил один и тот же человек, но в ассистентах числятся представители, партнеры по данной пятерке. Ну, можно сказать и про другие вещи, то, что у нас, кроме основной первой пятерки, есть и другие, которые мы постоянно видоизменяем, ищем те сочетания, которые нам нужны под ту или иную команду. Я бы сказал, что, ну, вчера отыграли не только одна пятерка, а отыграли все хорошо. Да, были ошибки, но ошибки, они не исключение, они были и у соперников. Где-то немного не повезло, получили ненужное удаление, где-то соперник позволил себе удалиться. Я считаю, что ребята достойно провели финал. Да, очень жаль, что мы все-таки дотянули до стадии буллитов, но спасибо игрокам, что дотерпели и, соответственно, вернули звание. Сейчас мы можем с гордостью говорить, что мы не только первый чемпион студенческой хоккейной лиги, но и теперь уже двухкратный чемпион этой лиги. Насколько вот это воскресенье был нервным днем? Ну, наверное, не только... Ну, вывеска. Повторение десятилетней давности. Только уже не Академия спорта, уже университет спорта. Наверное, не с воскресенья у нас началось это, так как на прошлой неделе мы в среду сыграли финал за третье место по Волжской любительской хоккейной лиге, где также в серии после матча у буллита, где нам очень тяжело пришлось бросать вообще по десять буллитов, где мы вырвали на последнем рывке, именно в заключительном буллите, завоевали бронзовые медали. Это для нас впервые в дебютном сезоне, в дебютной лиге. Ну, и после этого, наверное, с опасением смотрели на то, что команда, наверное, немного расслабится и тяжело будет настроиться на финал. Но вывеска, да, очень знаковая, очень сильная, наверное. Мы, если честно, ожидали немножко другой хоккей, так как мы в регулярке в этом году чуть полегче прошли университет спорта. Видно, что команда поменял состав, подготовилась очень хорошо. Очень рады, что именно игра прошла очень веселая, интересная. К счастью, мало удалений. Я думаю, для болельщиков она очень понравилась. Так были и скорости, и интересные комбинации, и немного силовой борьбы. Ну, и самое, наверное, интересное, то, что уже в первом тайме было забито пять шайб. Наверное, это для наших болельщиков и для болельщиков, которые пришли на арену. Интересно было посмотреть. Большое спасибо, что пришли к нам. Желаем еще больше побед. Еще раз поздравляем с долгожданным чемпионством студенческой хоккейной лиги. Ну, и желаем почаще заходить к нам в гости. Спасибо огромное за приглашение. Ну, и на этом все. Вот такая у нас выдалась неделя спорта. Что будет дальше, посмотрим. Уходим мы с вами на небольшие каникулы. Так что всех с наступающими майскими праздниками. Совсем скоро увидимся. И будем дальше говорить о всероссийском и студенческом спорте. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!